Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, вы дивитесь проект Украина в огне. В то время как российские либералы рассказывают о том, что запрет на въезд для россиян это плохо, что это люди, которые убегают от репрессий, борются за новую Россию и против войны в Украине, в городе Лимассол, на острове Кипр, а россияне празднуют день флага Лаптистана, и, как сообщают РИА Новости, на берегу моря развернули 53-метровый триколор в виде символов Z и V. Пригласили даже местного городского сумасшедшего. Сказать, что мы поддерживаем Россию в эту борьбу против нацизма. И здесь у меня вопрос к российским либералам, это вот те самые русские, которые собираются строить новую Россию? Если да, то я вас уверяю, что она очень сильно будет напоминать старую. Кстати, Кипр, который реально перенаселен православной ватой, всеми четырьмя лапками против отмены шенгена для россиян. Но, несмотря на все старания киприотов, Россия-матушка активно борется, чтобы ее забанили буквально везде. Вот, например, Австрия, родина Моцарта, Гитлера и Шварценеггера. В этой стране очень любят газ, нефть и инвесторов из Тюмени. Австрия тоже не хочет отказываться от россиян с деньгами. Но Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене, оставляет Путин ферштейрам, это пониматели Путина, все меньше места для маневра. На днях этот мощный старик, который одновременно хорошо освоил твиттер и английский, запилил гениальный пост. Он начинался с фразой «никакой пощады украинскому населению». Многие австрийцы, которые уже некоторое время назад слышали такие лозунги от человека с усами, реально поперхнулись за хером и пришли в ужас. А шоколадный Моцарт откусил себе скрипку и шурша фольгой скрылся в лесной чаще. Ульянов уже удалил свой твит, но австрийцам с каждым днем все тяжелее не замечать, что российские деньги пахнут отнюдь не венским штруделем. В это же время в самой России все как в старой доброй гитлеровской Германии. На фронте гибнут десятки тысяч солдат, экономика рушится, скрытая мобилизация буксует, бурят и заканчиваются. Но старик Кабаев и его верное политбюро, стоя у писсуара судьбы, все никак не могут начать. А ведь это уже не вопрос камней в почках, а грандиозная проблема камней с неба в Крыму. Эндемическая флора и фауна реально в панике. Вчера под моим выпуском появился гениальный комментарий некоего Али Назарова. Я цитирую. Валят с Крыма только подлецы и трусы, а остальные сидят ровно и понимают, что Россия остановит вторжение во что бы то ни стало. Я уверен, что Али Назаров еще 24 февраля этого года под молодецкое гиканье телеканала России строчил комментарии в стиле «Через три дня будем проводить парад в Киеве, украинские войска разгромлены, сдавайтесь». Али, я хотел бы, чтобы вы с уважением относились к Украине и ЗСУ и писали не просто про вторжение в Крым, а про полномасштабное вторжение в Крым, которому мы активно готовились 8 лет. А перед этим артиллерийским огнем превратили Донецк и Луганск в один сплошной Саратов. Еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что Россия это не какой-то одичалый мужик в кумачевых трусах, похожий на Валуева, а много маленьких одичалых мужичат, похожих на Валуева. Трусы, правда, не кумачевые, а с зеленым передом и коричневым задом. Но, во-первых, это удобно, а во-вторых, именно вам, маленьким мужичонкам, в зелено-коричневом исподнем и придется останавливать вторжение, потому что все вундерваффе закончилось еще под Киевом, ведь ты же русский, Али, и любишь свою родину. А чем же занимаются в это время настоящие мужчины? Во-первых, танковый биатлон и конкурс военных оркестров. Эти две дисциплины почему-то на дух не переносит ЕСУ Стрелков Гиркин. Он с чего-то взял, что танки и экипажи нужны на фронте. Хорошо, что Игорь Иванович благодушно относится к российским пожарным, и эти бравые ребятушки имеют возможность повеселиться от души. Как сообщают РИА Новости, на спортивном фестивале в столичном парке Горького спасатели сыграли в пожарный футбол в противогазах и исполнили вальс автолестниц. Гостей праздника угощали кашей огнеборца, борщом по-брандмейстерски и компотом по туши пламя. Но ты, Али Назаров, не переживай. Тебе тоже перепадет своя доля развлечений на фронте. Например, игра по туши пламя в танке или каша из огнеборцев. Игр будет много. Родина сыграет тобой ради величия. Но ни танковый биатлон, ни игра в футбол в противогазах, ни очередной фестиваль салютов ПВО над Севастополем и Бельбеком не смогли затмить главную новость империи. Погибла пропагандистка Дарья Дугина, дочь известного в России псевдофилософа Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье. Ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя Российская национальная республиканская армия. Здесь, разумеется, придется разбираться подробнее. Кто такой Дугин? Почему Дарья? Что такое НРА? Как отреагировали на гибель товарки ее соседи по пропагандистскому вольеру? Александр Дугин в Украине практически неизвестен широким народным массам. Хотя он бывал в Киеве и, по-видимому, хорошо знаком с Алексеем Арестовичем и с Дмитрием Корчинским по движению Евразийский антиоранжевый фронт. Да, они топили против оранжевой революции. Я бы назвал это зашкваром, но после того, как ватный усик стал символом украинского казацтва, я изменил свое мнение. Ребята были молоды, им нужны были деньги. Они все делали и делают правильно, потому что у населения размер памяти 2 килобайта. И главное, говорит то, что ему нравится прямо сейчас и что можно монетизировать уже к вечеру. Но мы возвращаемся к Александру Дугину. В России его величают философом. Политическая деятельность Александра направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз. Русский мир во всей красе. Очень часто квасной патриотизм Дугина перекликается с мыслями господина Проханова, который считает, что россияне – это глубинный народ бурундук, который через лишение обязательно придет к новым лишениям. После гибели Дарьи Дугину сразу вспомнили его увлечение заратустрой и пафосные слоганы типа «Хорошо умереть молодым» или «То, что меня не убивает, убивает другого». Теперь для завершения портрета русского философа-патриота давайте послушаем его мнение по украинскому вопросу. «Погибшие герои в правоводоме профсоюзов, они уже решение свое сделали, а не пали за свободу Юго-Востока Украины от неонацистской киевской мрази. Я думаю, что украинцам сегодня быть, честно говоря, вот после этого, я сам украинец, вы знаете, у меня есть украинская, у меня предки из Полтавы. Мне стыдно, просто мне стыдно за то, за те небольшую, но все-таки существенную часть своей крови. И я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью киевской хунты. И я на самом деле не могу вносить в себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казненных ублюдков, творивших беззаконие 2 мая. Это серьезно. Это голос крови. На самом деле, я бы не шутил с такими вещами. И я полагаю, что никакого права эта гадина на какую-то западную украинскую государственность с центром в Киеве, я понимаю, что Юго-Восток не будет никогда в этом ублюдочном государстве. Но никакого права эти люди, контролируя даже западную Украину, не имеют. И если пока они на земле, пока все то, что мы видим, творится, никто спокойно спать не будет. Поэтому, на самом деле, только нормальные люди должны править этим прекрасным, на самом деле, никогда прекрасным украинским народом, этой замечательной, у день, которым нас связывает все. Просто Киев пока в Киеве, на самом деле, русский человек, человек, который родом из Киевской Руси, это наши корни, спокойно существовать не может. Либо действительно стереть лица земли. Чем занималась Дарья Дугина, она же Платонова? Дарья, по меркам и стандартам России, журналист. Она работала в таких авторитетных изданиях, как Russia Today, Звезда и Царьград. Как и положено православной евразийке, образование Дарья получила не в Суздале или Костроме, а во Франции. Водила дружбу с пророссийским политиком Марин Липен. Работала главным редактором сайта United World International Евгения Пригожина, это владелец ЧВК Вагнер, из-за чего вошла в санкционные списки США. Дарья, конечно же, поддерживала вторжение в Украину. Резню в буче называла фейком и инсценировкой американцев. С целью создания фейковых новостей, Дугина посещала Донецк, Мариуполь и завода Зовсталь. На момент смерти Дугиной было 29 лет. Она возвращалась домой с ежегодного семейного литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Вместе с ней в автомобиле должен был ехать и отец, но в последний момент он изменил планы и поехал на другом автомобиле. По предварительным данным, в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado сработало взрывное устройство. После гибели дочери Дугин с сердечным приступом попал в больницу. В Украине Дугина-Платонова абсолютно неизвестно, а в российском пропагандистском контексте – во втором медийном эшелоне. Как же отреагировали на смерть Дарьи коллеги по цеху? Например, ее старшие товарищи, такие как Маргарита Симонян. У нее случилась настоящая истерика. Маргарита рассказала, что все время ходит с охраной, и вчера бодигард спас ее от детского мячика, который, к счастью, не был заминирован. Также Маргарита в очередной раз потребовала нанести удар по центрам принятия решений в Украине. Это выглядит крайне нелепо, потому что, по утверждениям самой же Маргариты, все решения за Украину принимают в США и Британии, а Зеленский в перемешку с Арестовичем лишь доводит их до сведения озверевших украинских нацистов. Но если РФ с подачи Маргариты готова ударить по лидерам НАТО, пусть попробуют. Это поможет закончить войну не к лету следующего года, а к началу учебного года в сентябре. Как отреагировали на смерть Дарьи русские либералы и оппозиционеры? Если коротко, смерть украинца – это статистика, а гибель Дарьи – это трагедия. Все сочувствуют Александру Дугину и намекают, что Украине негоже опускаться до терроризма в борьбе с русским миром. Я тоже сочувствую Дугину. Потеря Лэнд Крузера – это серьезный удар. Сегодня в русском мире его стоимость достигает 133 тысяч долларов. Почему я настолько циничен? Во-первых, отец и дочь – пропагандисты. Они годами призывали уничтожать украинцев. И 24 февраля их мечта сбылась в полной мере. Во-вторых, мы не успеваем оплакивать своих героев, своих женщин и детей. По статистике, только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военным объектам. Остальные 19 ракет – тупо по мирным жителям. В-третьих, я почему-то уверен, что Украина не имеет к этому убийству никакого отношения. У нас достаточно военно-политических целей, которые могут повлиять на исход войны. В этом списке никому неизвестная Дарья и выживший из ума бородатый православный друид находятся в третьей сотне в графе выдрать розгами и на день провязать к позорному столбу на столичном рынке. Но также я не очень верю в национальную республиканскую армию, которая якобы взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной. Эту историю продвигает хороший русский, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, он связался с организацией и представители НРА не только взяли на себя ответственность за убийство пропагандистки, но и передали свой манифест, в котором называют Путина узурпатором и военным преступником, который развязал братоубийственную войну. Программа НРА проста и понятна. Уничтожить всех, кто поддерживает и начал эту войну. Это касается не только Путина и чиновников, но и бизнесменов, которые эту войну финансируют или на ней зарабатывают. Пропагандисты входят в это число. Интересная, конечно, история. Но начнем с названия. Это полное заимствование с Национальной республиканской армией Италии, которая была организована для борьбы с настоящим фашизмом. Это были регулярные воинские части в количестве аж 800 тысяч человек. Российская НРА утверждает, что поджоги военкоматов – это их проба-пера, а сейчас они переходят к уничтожению представителей правящего режима. При этом никаких доказательств своей причастности к убийству они не предъявили. Не исключаю, что вся эта нарния – фейк от Пономарева и часть информационной войны против путинского режима. От нее однозначно из польза. Рядовые россияне могут поверить, что Кремль и ФСБ не вездесущий и не всемогущий, потому что на самом деле так оно и есть. Могли быть целью Дугин, а не его дочь? Конечно. Могла ли это быть операция ФСБ? Легко. Похоже ли это убийство на эксцесс исполнителей, когда криворукая ебня не заметила, что папы нет в машине? Так не в первый раз. Мог бы стать Дугин сакральной жертвой для России? Да кому он там сдался? Кто из любителей стекломоя вдохновится гибелью странного бородатого дядьки? 80% его слов не понимает 99% россиян. К тому же, зачем России сакральные жертвы? 24 февраля России не понадобилось никакого предлога, чтобы развязать кровавую бойню с народом, который они сотни лет называли братским. И вообще, может Дугин был должен за Прада или систематически не платил в борделе? С русскими философами такое случается сплошь и рядом. Но все на самом деле, как всегда, закончилось максимально банально. Я цитирую. ФСБ раскрыло убийство журналистки Дарьи Дугиной. Покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина, и следили за журналисткой на мини-купер. Номера которого меняли трижды. Сначала это были номера ДНР, затем Казахстана, а затем украинские. Конечно, во-первых, мини-купер абсолютно неприметный автомобиль. И прямо в день убийства женщина вместе с ребенком установила украинские номера. Я почему-то уверен, что в автомобиле найдут Майнкампф Гитлера и икону Степана Бандеры, установленную на центральной консоли автомобиля, плюс компакт-диск, где Усик поет червону колыну. А Наталья с дочкой все время, естественно, ездили в вышиванках и ели сало, запивая самогоном на буряке. Все по классике. Плюс визитка Яроша со скидкой на посещение фастфуда вкусно. И точка. На этом все. Выдавилися проект «Украина в огне». Помните, что Российская Федерация будет уничтожена. Слава Украине!